Ну вообще нет Не очень чудесный соус Он очень кислотно пахнет, этот соус Это блюдо готовила сама Сарсей, когда организовывала Всем привет! Настало время годного контента на ютубе А впрочем, ничего нового И сегодня я и моя подружка Тельняшка Тилька, здравствуйте Тельняшка Вместе с ней сегодня мы будем готовить очень интересные рецепты А именно рецепты из Игры Престолов Да, признавайтесь, как вы думаете, кто-таки сядет на железный трон? Как ты думаешь, кто это будет? Ты блондиночка, так что ты сядешь на трон Вообще, в Играх Престолов очень интересные рецепты Ты знаешь, почему? Почему? Потому что они все заимствованы из средневековой кухни Ооо, да То есть абсолютное большинство рецептов из Игры Престолов Это не просто какая-то выдуманная фигня Это реальные, ну как бы, рецепты, которые готовили в средние века Поэтому они просто люто странные И сейчас вы сами убедитесь в том, насколько они нестандартные Мы будем делать салат из яблок Салат я могу Салат ты можешь, вот тебе яблочко Так, сколько нам нужно яблок? Нам нужно два яблока Нам нужно нарезать с тобой яблоки, чтобы они были тонкими такими полосочками Так что давай режь Я боюсь не уложить Не бойся Теперь, пока я нарезаю второе яблоко Ты занимайся тем, что украшай эти тарелки Вот эту и вот эту как раз-таки нашим салатом Этим займись Пока Наташа укладывает все вот это вот добро Я вырежу сердцевины из наших яблочек Чтобы они нам не мешали Мы сделали яблоки Теперь нам нужно раскладывать яблоки А на них класть кусочки сыра Желательно вот прямо вот в эту вот штучку И вот так вот по очереди делаем И потом на вот это все кладем также немножко листьев салата То есть вот таким вот образом, чтобы получалось у нас Теперь нам нужно во-первых взять прям кедровые орешки И кедровые орешки вот так вот накидать сюда ради дизайна Это выглядит, конечно, безумно красиво Но я что-то сомневаюсь, что это будет как-то безумно вкусно И будет так же по вкусу, как все это выглядит Ну давай, поливай У тебя мёдом поливаешь? Да, прям поливай Ооо, вот это вот красиво Такое я люблю Прям в дырь заливай туда Подождите, сначала нужно поверхностно Чтобы было это красиво Я же шеф-повар сегодня, смотри, как течет Прям хочется О, такое хочется есть А теперь в дырочку в твою Да, лей-лей-лей, не жалей Ну, выглядит, конечно, просто нет слов Это реально выглядит как-то люто, шикарно Что касается вообще этого блюда Это блюдо готовила сама Серсея Когда организовывались возможные приемы и пиры Да, это считается ее блюдо по Игре Престолов Поэтому давай посмотрим, чем она кормила людей Вообще нет Это, это кошмар Это гастрономическая провала-катастрофа Из всех рецептов, которые мы готовили Это самая отвратительная Ну, ты знаешь, у меня реально нет сомнений Что в Средневековье ели именно это Это настолько необычный и непривычный вкус Что я готова поверить, что это реально рецепт Какой-то средневековой поварской, не знаю, кулинарной книги Который когда-то был актуален И, возможно, безумно крут Потому что это супер странно и супер несовременно Ну, вот, вообще-вообще Что ж, надеюсь, что следующее блюдо будет не такое мерзкое, как было самое первое Потому что хочется кушать Да Кстати, следующее блюдо уже будет из Уинтерфелла Так что оно должно быть более сытным и вкусненьким По рецепту нам с тобой нужно будет сейчас взять нашу курицу Столовую ложку оливкового масла Так Туда Обмазать курицу маслом и просто-напросто солью То есть это все супер-мега просто сейчас будет Давай, обмазывай, тебе это нравится делать И сверху еще немного соли Ну, везде надо промазать Мне кажется, ей очень нравится это делать Я, пожалуй, посыплю это солью Пока никто не возбудился Дай на руки носить Сып-сып-сып-сып-сып-сып-сып-сып-сып-сып-сып-сып-сып, все, хватит. Все, теперь мы должны поставить курицу в духовку на 220 градусов на час. Именно в таком состоянии. Мы не должны ее обволакивать ни в фольгу, ни в какой-то мешок, ни в пекарскую бумагу. Просто отправляем в духовку вот в таком состоянии. Два часа позже. Ой-ой-ой, что произошло? Я что-то так делала. Не, нормально. Так, мы приготовили курицу и выглядит она просто потрясающе. Она безумно красивая. Осталось сделать соус. Соус. А ты не хочешь прокомментировать нашу ситуацию с кухней? Нет, я не хочу. Я думаю, что видео покажется нагляднее, чем мои комментарии. Но скажу только то, что мы воняем теперь курочкой и не только. Ой, фуф. Я тоже настолько воняю. Давай сделаем вид, что все нормально и должно быть так идти. Что нам нужно для соуса? Для соуса нам нужен мед. Я его выливаю прямо сюда. Перфект. Что нам нужно еще? Мне нужно будет также добавить немного свежей мяты. Вот она у тебя там лежит. Прямо добавляю ее сюда. Теперь нужно будет добавить наш любимый уксус. Столько? Давай немного, чтобы курицы не запороть. Давай же будем делать по рецепту. Она так аппетитно сейчас пахнет и вкусно выглядит, что я не хочу ее застрять. Прости, но тут нужно добавлять много. Нет, нет, не надо. Да это ты что? Мне кажется, там не было такого в рецепте. Там вообще еще больше было написано. Сколько? Почти полстакана. Полстакана уксуса. Я сделала, ну я не знаю, это не то, что полстакана, это половина от половины стакана. Джетверт. Нет. Добавляю сюда. Нет. Дальше мы добавляем изюм. Добавляй изюм. Добавляю изюм. А я буду мешать. А ты грустно мешай. Hello darkness, my friend. И оливковое масло ложку. Нужно поставить эту турку на огонь и ждать, пока разбухнет изюм. Ну пойдем ждать, пока разбухнет изюм. Да будет бух. Собственно, мы приготовили этот... Не очень чудесный соус. Он очень кислотно пахнет, этот соус. Им нужно просто будет сейчас полить эту курицу этим соусом. Как испортить курицу за одну секунду? Вот так вот. И теперь нужно этот соус оставить, разделать курицу на те части, которые ты хочешь есть. И добавить еще к ним этот же соус и немного изюма. Так что давай-ка нож, будем пытаться оторвать какую-нибудь часть курицы. Все, теперь подожди, подожди, назад клади. Назад клади. Нет, ты не порти мою курицу, пожалуйста. Так, и я себя тоже сблизнула. Подожди еще раз. И теперь должна положить еще на это изюм. И теперь только изюм. Ешь. Из-за того, что она у нас угорела в духовке, она отдает шашлычком. Слушай, ладно. А мне нравится, ладно, нормально. Очень хороший соус. Сначала непонятно, но потом, когда ты пробуешь, это все прям класс. Да. В общем, этот рецепт вообще максимально хороший. Его можно использовать. И предлагаю перейти к свекле и посмотреть, что будет дальше. Я не сильно хочу есть свеклу. Я бы лучше... Да какая разница, я буду необразованной. Я сегодня средневековая женщина, могу себе позволить говорить свекла неправильно. И триггерить всех. Так вот, я к чему? Я бы ела курочку с картошечкой, как нормальные русские люди. С макарошками? С картошечкой. Ты должна у вас хоть нет, с пюрешкой. По рецепту нам нужно обмазать свеклу оливковым маслом и завернуть в фольгу. Мне кажется, это будет просто свекла на вкус. Знаешь, я вспомнила историю. У меня есть подписчица. Сейчас она находится в Германии. Ну, не в приемной семье, как-то называется. Короче, по обмену поехала какую-то семью там жить. Так. Со своими тоже каким-то знакомыми. И прикол в чем? В этой семье их попросили очень сильно сделать борщ. То есть немцы попросили. Они сделали этот борщ, но в надежде на то, что немцы, наверное, хотят его поесть и типа настоящий русский вкус почувствовать. Так нет, они заставляют есть их этот русский борщ, потому что они уверены в том, что все русские должны есть борщ. Это очень жестко. Да. Это как то же самое при, ну, взять себе в семью немца и заставлять его есть все время сосиски и пить пиво. Типа он сидит такой, а ты ему на сосиску, на сосиску. Пойдем, это было. Пойдем. На сосиску, на сосиску. Мы сшили свеклу. Я ставлю ее сюда. Она должна остыть. Тем временем нужно нарезать петрушечку. Дальше потребуется сливочное масло и сковорода, где мы будем все это добро смешивать. И, конечно же, наш любимый уксус. Сюда мы должны смешать следующие ингредиенты. Так у меня петрушку клади туда. Так, добавляю 4 столовые ложки масла. Катастрофа, просто холестериновая. Соль и перец сюда добавить. Пока что без уксуса. Хорош. Все. И пойдем растопим все это добро и вскипятим. Вот наша свекла. Раскрываем. Да, теперь ее нужно будет почистить и порезать. Берем нашу свеклу и отправляем ее в сотейник. Посмотрим, как она все будет. Добавляю немножко уксуса, как обычно. Перемешиваю. И сейчас мы будем пробовать нашу свеклу. Давай пробовать. Не успела. Она мне не нравится. Похоже. Знаете на что? Когда вы в школьную столовую приходите, вам дают натертую свеклу. Вот это то же самое, только у вас свекла не натертая, а вот такая вот печеная просто какая-то. А мне нравится. Что ж, напишите, пожалуйста, в комментарии, какое видео вы бы хотели, чтобы мы сняли следующим в рамках этой рубрики. Кстати, мы уже снимали видео про игру. Да. Так что обязательно смотрите его по ссылке в описании. И если вы будете пробовать зачем-то это готовить, напишите, как вам. Что ж, всем спасибо за просмотр. И пока. Подписывайтесь на Тельняшку и на меня тоже. Мы будем повторять рецепты из этой игры. Я хочу их облизнуть. Он весь в плесени. Помнишь, как мы готовили бананы? Да, я помню, как мы готовили бананы и как мы потом ели клубничку. Сегодня не будем спать, нет. А, а, горячо. О! А, горячо. О!